«Газпром» попал в жуткую ловушку с поставками газа в Китай. По итогам 2023 года «Газпром» получал рекордный убыток – 629 миллиардов рублей. Его акции на бирже обвалились, и капитализация снизилась до исторического минимума. Российские патриоты бьют тревогу. Главная российская монополия – газовый гигант «Газпром», который еще в недавнем прошлом был для России таким настоящим экономическим оружием и генерировал прибыли в сотни миллиардов долларов, теперь терпит настоящую катастрофу. В результате развязанной Путиным войны «Газпром» потерял европейский рынок и стал убыточным. Его доходы обвалились, и теперь совершенно не ясно, как вообще он будет дальше выживать. До последнего надежда была на Китай. Мол, Европа отказалась покупать российский газ, но ничего, Китай все купит. Но внезапно выяснилось, что китайские друзья Путина решили в своих интересах воспользоваться той тяжелой ситуацией, в которую Путин сам же загнал свою страну. И теперь Китай требует, чтобы Россия продавала ему газ по себестоимости или вообще себе в убыток. Деваться-то России все равно некуда. Я хочу напомнить, что «Газпром» сейчас в рекордных убытках. Они больше 600 миллиардов рублей по итогам прошлого года, ну понятно почему, вот, из-за известных событий. Ну, конечно, понятно почему. Потому что вы идиоты, развязавшие преступную и подлую войну, и теперь за это и расплачиваетесь. Кроме того, сейчас «Газпром» попал в жуткую ловушку с поставками газа в Китай. То есть на таких кабальных условиях были составлены договоры, что «Газпром» должен вкладывать огромные деньги, а Китай хочет покупать газ, и то не гарантированно по внутрироссийским субсидированным ценам. О какая помощь подоспела российским патриотам от китайских друзей. Не пойму только, про какую такую ловушку он говорит. Путин же утверждает, что это все такой хитрый план. Так и было задумано, и спецоперация идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Но, похоже, в это не верят даже самые верные придворные рупоры Кремля. К примеру, канал «Царьград», который принадлежит православному российскому олигарху Константину Малафееву, теперь посвящает «Газпрому» вот такие сюжеты. У российской газовой монополии очень большие проблемы. По итогам 2023 года «Газпром» получал рекордный убыток – 629 миллиардов рублей. Его акции на бирже обвалились, и капитализация снизилась до исторического минимума. Ну вот, а Путин говорил, санкции не работают. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. Да мне плевать на эти санкции. Несмотря на определенные издержки, вот я думаю, что прошлый год пошел только на пользу. Видимо, 600 миллиардов убытков «Газпрома» тоже России только на пользу. Газовая монополия стоит сейчас перед дилеммой. Либо найти новые рынки сбыта, либо переложить убытки на плечи российских граждан. Вот это мне особенно понравилось. А вы думали, эти убытки будут покрывать Соловьев и Скобеева, что ли? Нет, их зарплаты как раз не уменьшатся и восполнят потери российских олигархов, как обычно, российские пенсионеры и учителя. В первом у «Газпрома» тоже большие проблемы. С европейского рынка монополию вышибли. Там вовсю сейчас резвятся американские корпорации. Реальная альтернатива Китая. Но сегодня стало известно, что Пекин давит на Россию ради уступок по «Силе Сибири-2». Вот это Путин молодец. Провернул многоходовочку. Просто красава. Великий руководитель. Пока попытки Москвы по заключению сделки с Китаем зашли в тупик, по крайней мере об этом пишет Financial Times, дескать, Пекин требует цену поставок газа, почти сопоставимую с внутрироссийской. Самый кайф, что внутрироссийская цена субсидируется. То есть российские граждане платят за газ даже не по себестоимости, а еще ниже ее. И теперь китайцы тоже так хотят, чтобы щедрые российские патриоты из своего кармана просубсидировали газ и для них тоже. Любопытно, кстати, что годами вот эта тема низкой цены на газ в России была основным лейтмотивом российской пропаганды, которая подчеркивала, что, мол, вот украинцы платят за газ дорого, переплачивают, а россияне нет. Россияне, наоборот, платят дешево. Но теперь и этой сказочке конец. Благодаря дебильной войне сейчас россияне заплатят за все. И за убытки российских олигархов, и за дешевый газ для китайских товарищей. При этом уже сейчас китайцы за российский газ, напомню, платят иногда в разы меньше, чем за газ, например, из Мьянмы или Узбекистана. Ну, я считаю, что это прорыв. Даже Мьянма и Узбекистан, ну, согласитесь, да, не самые прогрессивные государства в мире, не дошли до того, чтобы свой газ продавать Китаю в убыток. Ну, то есть даже Узбекистан делает бизнес, на своем газе что-то зарабатывает. А великий геостротег Путин, который у власти 25 лет, значит, он покорил и эти вершины. Он научился продавать Китаю газ ниже себестоимости, ниже, дешевле, да, менее выгодно, чем Узбекистан и Мьянма. Но зато руины Авдеевки взял и воткнул туда свой флажок. То есть в переводе с языка российских чиновников на простой человеческий язык, это означает, что китайские союзники, на которых в Кремле возлагали столько надежд, теперь радостно потирают руки и наживаются на тупости российских зет-патриотов, которые сами своими руками загнали свою же страну в тупик и теперь вынуждены присмыкаться перед китайским старшим братом, чтобы не оказаться в полной международной изоляции. Сейчас российский газ сознательно изгоняется с европейского рынка, несмотря на то, что он не попал под санкции. Пекин все это прекрасно слышит и предъявляет это Москве. Дорогие российские друзья, деваться вам, на наш взгляд, некуда. Газ вы этот пристроить не сможете. В общем, Китай уже откровенно издевается над недалекими российскими шовинистами, выдвигая им совершенно унизительные и кабальные условия, как к какой-то побежденной стороне. Это, кстати, важный момент, о котором в России никто не говорит. Запад, который российские патриоты так ненавидят, всегда с Россией сотрудничал на относительно выгодных для нее условиях. Китай же, который считается союзником и другом, ведет себя с Россией так, как будто это он с Россией воевал, победил и теперь выдвигает ей унизительные условия капитуляции с репарациями и контрибуциями. И все это настолько унизительно, что об этом, как видим, уже открыто заговорили даже некоторые зет-патриоты. А ведь не так давно глава «Газпрома» хвастался, что капитализация корпораций дойдет до одного триллиона долларов. Не срослось. Однако данный факт никак не повлиял на благосостояние топ-менеджеров газовой монополии и ее главы господина Миллера, проиллюстрируя это на конкретных цифрах и фактах. А вот это уже совсем интересно. Российские имперцы на своем канале наезжают на давнего друга Путина, на главу «Газпрома» Миллера. И вспоминают, что капитализация «Газпрома»-то должна была составить один триллион рублей. Но это Миллер так обещал. А вместо этого «Газпром» сейчас фактически оказался банкротом. Впрочем, в этом вина все-таки не менеджмент «Газпрома», а лично Путина, потому что это он развязал шизофреническую войну из-за каких-то своих безумных фантазий и комплексов и тем самым разрушил все то, что годами создавало его государство, да и его личная команда. За полгода, всего за полгода, 14 членов правления «Газпрома» получили в сумме более 1 миллиарда рублей. Зарплата топ-менеджеров составила 363,5 миллиона рублей. А размер премии был в два раза больше и превысил 600 миллионов. В результате суммарные выплаты увеличились на 33%. В среднем один член правления «Газовая монополия», вы присядьте, если сейчас стоите, получал примерно 643 тысячи рублей в день. Ну, зато у топ-менеджеров все хорошо. Или вы думали, что олигархам и друзьям Путина зарплату урежут? Нет, за все, как обычно, заплатят простые российские граждане, у многих из которых, кстати, и газа-то дома нет. В общем, если режимировать вкратце, то выходит следующая картина. Китайцы видят, что у власти в России находится неадекватный, больной на голову дед, который в силу своих шизофренических каких-то комплексов и обид совершает неадекватные безумные действия и загоняет Россию в кабалу, ставит ее в зависимость от Китая. И китайцы активно этим пользуются, фактически наживаясь на глупости вот этих российских зетников. А российские имперцы и шовинисты настолько глупы, что в большинстве своем даже не способны это осознать. И они кричат, еще, продолжаем войну, еще больше, давайте мобилизуем, вперед, до победы. То есть тем самым помогая загонять Россию в еще большую зависимость от Китая, помогая загонять свою страну в еще большую кабалу. Китайцам же остается только радоваться и почитывать прибыль. Ну, зато у российских патриотов теперь есть Маренко. Впрочем, Маринки у них тоже нет. Вот Маренко. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей.